Довольно редкая история, когда одному субъекту федерации посвящено совещание такое большое правительственное, но в данном случае это оправдано, потому что развитие края требует общего государственного внимания ввиду накопившихся проблем. Александр Осипов поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанную правительством России помощь по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Рассказал о реализации плана социально-экономического развития региона, сделав акцент на территории опережающего развития. Она позволяет нам создать 9 тысяч новых рабочих мест с хорошей заработной платой на современных предприятиях. Эти предприятия находятся уже сегодня в стадии строительства. При этом, как мы сегодня вам докладывали, есть планы по реализации следующих 70 с лишним проектов, которые дают почти 1,2 миллиарда фрукда инвестиций. Для них, конечно, для их подготовки требуется больше работы. Принятое вам решение о разработке такого плана позволяет нам создать 55 тысяч рабочих мест, и в том числе не решить вопрос о занятости. Александр Осипов отметил, вопрос занятости населения – один из ключевых в работе региональной власти. Нехватка рабочих мест и невысокая заработная плата – основная причина оттока населения. Также Осипов затронул тему развития агропромышленного комплекса. Мы все-таки аграрный регион. 7,5 миллионов векта в советское время здесь используются из кровесных убодий. Сегодня 1 миллион непаханной земли, которая позволит нам создать широкую массовую занятость в самых разных точках региона. Действительно, еще предстоит очень большая работа, хотя я не скрою, отрадным для меня является тот факт. Это признает Минфин, а он самый строгий аналитик того, что делается в региональных финансах, а значит и в региональной жизни, что есть позитивные изменения. Вот те накопившиеся проблемы, которые годами не решались, они все-таки сейчас стали решаться. Вот это настраивает на позитивный лад, но тем не менее еще предстоит очень большая работа. Надеюсь, что она будет качественным образом выполнена. Естественно, федеральный центр будет помогать в этом.